И сейчас я сделаю заявление в своем качестве представителя Российской Федерации. Уважаемые коллеги, признательные спецпредставителю генсекретаря Джеймсу Свону, а также спецпредставителю Африканского Союза и главе АМИСОМ Франсишко Мадейре за содержательные брифинги. Заслушали информацию главы делегаций Европейского Союза при ООН посла Олафа Скуга. Приветствуем участие в заседании постоянного представителя Сомали Абу-Каре Асмана. Внимательно изучили последний доклад генсекретаря. Сомали продолжают продвигаться по пути избирательного процесса. Выборы в Верхнюю Палату парламента состоялись в октябре 2021 года. Полным ходом идет голосование в Нижнюю Палату. Рассчитываем, что в ближайшее время стране удастся окончательно завершить электоральный процесс в соответствии с общесомалийскими договоренностями от 17 сентября 2020 года и 27 мая 2021 года. Призываем все ветви сомалийской власти разрешать все возникающие разногласия исключительно путем диалога. Приветствуем вклад внесенной миротворческой миссии Афросоюза и Вашим офисом, господин Суон, урегулирования напряженности внутри федерального правительства Сомали в конце декабря-начале января. Призываем мы ООНСОМ уделять больше внимания предотвращению таких ситуаций, в том числе путем взаимодействия с региональными администрациями. Надеемся, что все участники сомалийского политического процесса продолжат совместную работу по формированию в стране устойчивой модели федеративного устройства. Необходимо сохранить территориальную целостность и единство Сомали. Ситуация с безопасностью в Сомали остается напряженной. Обеспокоены заметные активизации деятельности Аш-Шабаб, которая контролирует обширные районы юга и центра страны. Ее боевики не прекращают резонансные акции с большим количеством жертв, в том числе теракты в городах, атаки на позиции и базы АМИСОМ и Сомалийской национальной армии. Мы отмечаем усилия правительства Сомали, а также других стран региона по борьбе с терроризмом, который несет трансграничные угрозы. Отмечаем подвижки в согласовании общей позиции Афросоюза и Федерального правительства Сомали относительно будущей архитектуры безопасности в стране. Ожидаем доклада об итогах работы Международного квартета по подготовке новой конфигурации миссий, ее обновленной концепции операций и дорожной карты логистического содействия. Призываем к взвешенному подходу преобразования АМИСОМ. Крайне важно должным образом учитывать мнения и приоритеты принимающей стороны. Передача ответственности Сомалийской армии за обеспечение безопасности должна проходить поэтапно, в зависимости от реальной ситуации на Земле. Убеждены, что в текущих условиях сохранения террористической угрозы говорить о сворачивании афромиротворческой миссии преждевременно. Согласны с регионалами в том, что приоритетной задачей должно быть обеспечение достаточного, предсказуемого и устойчивого финансирования миссии. Готовы к рассмотрению в Совете безопасности различных вариантов предоставления дополнительной помощи усилиям сомалийцев и АМИСОМ со стороны международного сообщества. Призываем ООН, международных и региональных партнеров продолжать содействие Сомали при неукоснительном соблюдении суверенитета, территориальной целостности и политической независимости этой страны и без вмешательства в ее внутренние дела. Я благодарю за внимание и вновь приступаю к исполнению обязанностей председателя Совета.